Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть мы обсудили, что в целом особенность этого подхода классического было в том, что это были такие больше аналитические задачки, то есть, грубо говоря, были целые группы людей, занимающихся классификацией, например, отдельно лиц, отдельно каких-то объектов в определенных условиях. То есть все это приносило, на самом деле, очень активно использовалось, в том числе в промышленных системах, в системах технического зрения, где можно было создать подходящие условия для некоторой регуляризации входящего потока информации, то есть выставить нужное освещение, расставить различные маркеры световые на объектах. Сами объекты имели, как правило, такую постоянную форму, то есть, например, вам надо было искать дефекты, соответственно, эти дефекты при нужном освещении, при нужной подсветке всегда можно было достаточно четко выявить, даже не прибегая к каким-то сложным алгоритмам. Так или иначе, эта технология была всегда, то есть это еще лет 70 этой технологии, технологии распознавания изображений, поэтому тут, конечно, ничего нового нет. Действительно, что было новое, то есть в чем была проблема? В том, что когда выбрали, например, картинки из обычной жизни, попытаться что-то там на них определить было крайне сложно, потому что там просто пестрят краски, там куча всяких объектов, информации, то есть с помощью таких классических методов это было достаточно проблематично сделать. Вот, то есть, как бы, объем ошибок, которые система выдавала, был на порядок больше, чем те ошибки, которые выдавал обычный человек при распознавании. По этой причине, как бы, эти системы, они вот находили применение в каких-то ограниченных областях, таких, например, там, как распознавание текста, распознавание звука, речи человеческой, распознавание каких-то объектов на производстве, там, в системах технического зрения, где можно было создать подходящие условия для использования этих методов. Вот, но такой в обычной жизни, где вот просто идет какой-то видеопоток, например, видеопоток с камеры беспилотного автомобиля, вот, то есть в этом плане было, ну, практически невозможно. То есть там огромное количество объектов, когда едет автомобиль по дороге, там, какие-то пешеходы ходят, какие-то автомобили едут, там, птицы перелетают, разметка, знаки, светофоры, то есть колоссальный объем информации, различные классы, и вот просто построить систему классификации было совершенно проблематично. То есть ее строили, но точность этой системы была очень низкая. Вот, значит, ну, параллельно развивалось вот такое направление, связанное с нейросетями, ну, тут Deep Neural Network, на самом деле, с обычными нейросетями тоже применяли. Значит, тоже оно было, как бы, там, точность уже была выше, как правило, но она упиралась вот в то, что нужен был огромный объем, то, что вот называется обучающей выборкой, то есть для настройки нужны были просто размеченные данные. Вот. В целом, как бы, этот эффект, ну, там, были еще другие моменты, которые позволили, например, вот этот подход, который, в принципе, раньше-то был, вот, но он не был очень популярным, потому что, ну, потому что мы чуть попозже поговорим, почему. Вот. Ну, тем не менее, он был, и он давал вот при наличии подходящего набора данных определенный прирост точности. То есть по скорости создания системы и по точности. То есть за пару месяцев, ну, условно говоря, пару месяцев, да, можно было создать систему, которую там люди здесь годами создавали. Вот. Ну, и сейчас вот, как бы, наиболее такой популярный подход сейчас это комбинация всех методов, то есть такая соляночка создается, где используются в том числе и какие-то дополнительные признаки, значит, используются затем на основе этих признаков, которые, может быть, то есть если там здесь, например, было там 10 признаков, да, по которым делалось классификацию, здесь, например, можно там 10 тысяч признаков оставалось. То есть во всех различных комбинациях, там, то есть цель вот этого этапа — это помочь нейронной сети еще больше информации в нее загрузить. То есть тут, например, у вас был миллион признаков в исходном изображении, здесь у вас делается там миллиард признаков за счет там каких-то вычислений комбинаций, там просто какие-то нелинейные зависимости между пикселями, например. Вот, и уже на этом миллиарде там нейронная сеть начинает там как-то строить свои фичи, то есть сжимать уже эту информацию, выделять только те признаки, которые необходимы. Вот, и дальше используется там обычный классификатор, который позволяет вам в пространстве, вот этих уже редуцированном пространстве, которые нейронная сеть производит эту редукцию, вот, выделять уже непосредственно объекты. То есть когда все это вместе настраивается как единая система, у каждой подсистемы есть свои задачи. То есть это задача, задача этой подсистемы в том, чтобы создать как можно больше комбинаций признаков из существующих признаков, то есть какие-то связи, например, вот этого пикселя, связать вот с этим пикселем. Вот, задача нейронной сети отсечь от всего этого многообразия комбинаций только те, которые действительно значимы с точки зрения распознавания ситуации, то есть, вот, и затем уже там задача финального классификатора. Это может быть не обязательно нейронная сеть, хотя, может, часто и нейронную сеть используют. Вот, в том, чтобы вот в этом пространстве признаков редуцированном, которые нейронная сеть отсекла, выделить уже на основе этих признаков конкретно там необходимые параметры. Ну, например, там координаты вот этих квадратиков и что в этом квадратике находится. Вот здесь находится мячик, вот у него есть там x, y, размер этого квадратика, да, здесь голова собаки там, ну и так далее. То есть, ребенок там, лицо, то есть, грубо говоря, выделить какую-то полезную уже информацию. Вот, ну, это так в общем о том вообще, как сейчас все это выглядит. Значит, ну, вкратце там про нейронную сеть, что-то на самом деле просто набор простых элементов, которые между собой связаны, то есть связаны в одну сеть. Вот, что конкретно в этом элементе находится, это уже вопрос конкретной топологии, конкретной архитектуры нейронной сети. То есть, есть простые нейронные сети, в которых у вас, грубо говоря, здесь обычная нелинейная функция, сигмоидная. То есть, такая, как, ну, она похожа на гиперболический тангенс. Вот, есть суперсложные, там, в поводе того, что здесь просто свой набор дифференциальных уравнений, где на вход приходит, ну, то есть, какой-то вход, да, там, какой-то внутри какая-то жизнь своя кипит, и выход системы выдается сюда. То есть, это можно, на самом деле, такое очень-очень общее описание нейронной сети. И, по сути, она описывает все, что угодно. То есть, у вас есть набор входов, куда подаются ваши признаки, там, например, три признака у вас. У вас есть набор внутренних элементов, которые делают, ну, создают некоторые преобразования информации, производят. Вот, и есть выходные элементы, которые, по сути, там, какое-то масштабирование, например, делают, и все. Вот, и как раз выходные элементы, ну, если, там, говорить о классификации, то это, как правило, там, один-ноль. Да, нет, то есть, грубо говоря, у вас есть какие-то классы, там, собачки, там, котики, вот, и на каждом выходе у вас, может, один-ноль. То есть, вот, вы что-то подали на вход, и на выходе вы получили, соответственно, либо ноль, либо один. То есть, либо кошка, либо собака. Либо, если система не знает, она скажет, там, например, один-один, то есть, и кошка, и собака. Она не может понять. Знаете, вот, часто бывает, что, там, например, не ноль-один, а непрерывные значения от нуля до одного, то есть, вероятности. То есть, там, например, с вероятностью ноль-девять кошка, с вероятностью ноль-один собака. То есть, система не уверена, но, вот, больше она склоняется к тому, что это котик, ну, и собака. Вот, а внутри это просто обычные, ну, как бы, разного рода элементы могут быть. Бывает их, бывает так, что они однородные, то есть, одни и те же типы элементов, просто соединены между собой. Бывают разнородные, то есть, там, вот это, например, там, это обычное преобразование, там, вот эта часть, это какой-нибудь, там, свертка, там, математическая. То есть, какие-то математические операции вплоть до того, что там могут быть дифференциальные уравнения внутри каждого элемента. Вот, и, на самом деле, это просто такие, вход-выход, то есть, сама система — это вход-выход с внутренним состоянием. И сам процессорный элемент, он может быть как простым отображением статическим, какой-то обычной функцией математической, так и тоже какой-то внутренней системой, там, в ходе того, что, может быть, какая-то нейронная сеть тоже внутри. Вот, то есть, такой вообще подход к тому, как строятся вот эти нейронные сети. То есть, на самом деле, про нейроны здесь, то есть, нейроны, там, в связи, там, с биологическими нейронами никакого отношения к этому не имеет. Это просто, вот, изначально, там, еще 70 лет назад, когда только-только, там, люди начали препарировать разных животных, смотреть, как там устроена нервная система. Вот, они обнаружили, что там, вот, есть клетки, которые обмениваются информацией, то есть, электрическими сигналами между собой. Вот, и оттуда пошли вот это вот звание нейронных сетей. То есть, там, первые нейронные сети искусственные, они, как бы, были вдохновлены тем, как это в живых организмах. То есть, что есть, принятие решения происходит вот путем такого вот распространения сигналов с затуханием. То есть, какие-то вот элементы, они могут тушить. То есть, там, в зависимости от функции и коэффициентов этой функции, например, вот, все входящие данные могут просто тушиться и всегда ноль на выход выдаваться. Вот, а могут, наоборот, разгоняться. То есть, там, на вход пришло по чуть-чуть каких-то значений, да, а потом, там, здесь усилилось в 10 раз, и здесь пошло уже большое значение. Вот, и за счет такой самоорганизации, то есть, в процессе настройки, сеть, она самоорганизуется за счет весовых коэффициентов преобразования таким образом, что, вот, пути определенные остаются только, а все остальное, оно, как бы, обнуляется. То есть, ликвидируются эти связи. Вот, и это вот такая идея была взята из нервной системы, там, живых организмов. Вот, хотя, конечно, элементы, которые в живых организмах здесь находятся, они, даже один этот элемент не сравнится по сложности, вернее, ни одна современная нейронная сеть по сложности не сравнится с тем, как в живом организме устроен один, всего один элемент этой сети. То есть, нервная система человека, там, например, она просто недостижимо сложнее, чем все существующие, там, искусственные нейронные сети. То есть, как бы, сейчас от нейронных сетей, в нейронных сетях от нейронных сетей осталось ничего, почти не осталось. То есть, это чистая математика, просто, как бы, некоторая сеть, как структура данных и как алгоритм обработки данных, состоящие из базовых маленьких алгоритмов, которые между собой связаны, и за счет настройки просто вот эти пути, они вычислительным путем определяются какие-то оптимальные пути, а все остальные, они просто обнуляются. И таким образом у вас получается из такого некоторого хаотического супа и компота, и бульона, получается какая-то осмысленная картина. То есть, грубо говоря, у вас сейчас какие-то осмысленные результаты выдавать. То есть, вы там на вход, на этапе обучения вы говорите там, что, грубо говоря, вот у вас, вот вы подаете котика на вход вниз, вот, и вот у вас, видите, она как-то активируется здесь и выдает результат, что вот это котик. Если это собака, то активируются уже другие элементы сети, дают, что это собака. То есть, на этапе обучения у вас есть наборы примеров, там, котиков-собачек, вот, и вы для каждого примера объясняете, что вот подавая там фотографию собачке, вы говорите, что это собачка, здесь должно быть единичка. То есть, подаете котика, здесь будет котик. Дальше методом обычного градиентного спуска, ну, там, необычный, но мы тоже поговорим об этом, как он устроен, вы просто настраиваете то, какие пути активируются, а какие нет. То есть, какие тормозят распространение сигналов, какие, наоборот, его ускоряют. То есть, это просто подгонка под результат. Ну, за счет того, что здесь очень много элементов, то есть, там, в реальной нейронной системе может быть миллионов, миллиардов элементов быть, ну, вот, пути очень сложные, они практически необъяснимы человеку. То есть, просто вот такой тупой подгонкой коэффициентов удается просчитать. То есть, тут, как бы, по сути, получается два таких принципиальных момента. Первое вы, как вот здесь я говорил, да, что вы делаете некоторый взрыв размерности, то есть, там, из миллиона делаете миллиард признаков, а затем, обучая нейронную сеть, вы из этого миллиарда признаков выделяете, там, каких-нибудь, там, 10-20, чисто вот методом подгонки, прогоняя огромное количество примеров и говоря, что на этом примере нарисовано и где. Вот, вы учите, ну, говорят, учите, да, но, по сути, вы настраиваете вот эту вот математическую структуру, агритмическую структуру на то, чтобы она вот такие вот пути выискивала и училась, ну, если не распознавать, то хотя бы выделять какие-то важные признаки в вашей, в вашей задаче. Вот, а дальше уже, когда вы все это настроили, все эти пути, да, вы можете подавать уже не те примеры, которые вы подавали, а другие примеры. Вот, и она по аналогии будет тоже просчитывать по тому же самому алгоритму, которому она научилась на этапе настройки. Вот, по тому же самому алгоритму она будет просто выдавать какой-то результат, там, ну, с вероятностью, там, такое-то, это собака, там, с вероятностью, такое-то, это кот. Вот, то есть, ну, вот такой вообще принцип, здесь ничего сложного нет, он достаточно интуитивно понятен, значит, в принципе, дальше мы будем просто углубляться во всех остальных лекциях в то, как вообще все это устроено. И как, самое главное, как это все применять на практике. В первую очередь нас, конечно, интересует не распознавание котиков-собачек, нас интересует распознавание, то есть, системы технического зрения, датчики, управления, то есть, то, что связано с нашей непосредственно специальностью. Вот, ну, там делят также все системы по базе нейронности на два больших класса. Это обучение, так называемое, обучение с учителем или настройка по примерам, то есть, вот то, что здесь я приводил пример, да, что у вас есть котики-собачки, которые нужно классифицировать. Вот, и вы для каждой картинки знаете, что здесь нарисовано. Вот, это обучение с учителем называют, ну, или настройка по образцу, грубо говоря. Вот, это такой самый простой пример. И здесь вот есть тоже целый ряд там подходов, сверточные сети, рекуррентные сети. Вот, на самом деле их там намного больше, там есть и простые сети, статические, и динамические, и огромное, конечно, бесписполезно тут все это перечислять, потому что сколько авторов, столько и подходов. Вот, и есть еще другое направление, связанное с обучением без какого-то каких-то примеров, то есть, у вас просто есть куча сырых данных, и вы хотите что-то с ними сделать. Ну, например, их можно классифицировать, то есть, попытаться выделить в них какие-то паттерны, какие-то, ну, какие-то группы объектов выделить. Вот, например, есть такая задача очень классическая, как классификация, там, почты, ваши электронные почты, то есть, у вас есть огромное количество писем, их нужно разобрать, вот, и, как бы, без какого-то примера, просто вот сгруппировать их, там, по тематике, по тому, кто прислал, по содержимому, то есть, например, там, рекламные письма, там, в одну кучу, там, письма, там, рабочие в другую, там, не знаю, личную переписку в третью кучу, потом, там, эту кучу разбить по каким-то тоже направлением, например, там, вы как человек, у вас там есть куча всяких интересов в жизни, там, у вас, например, есть интерес в рассматривании, там, котиков, собачек, да, фотографий, соответственно, вы там в какое-то сообщество входите, и, соответственно, у вас там есть какая-то переписка по этому сообществу, вот, и вот такие вот алгоритмы, они позволяют, например, вот, выделять кластеры ваших, ну, к примеру, в вашей переписке, там, у вас там миллион писем, например, за 10 лет накопилось, вот, они могут такие кластеры, вот, выделять по анализу содержимого этих писем, то есть анализируя то, какие слова, в какой последовательности присутствуют, то есть статистически выделять некоторые шаблоны, ну, паттерны этих писем. Вот, есть сейчас очень популярное направление, это называется автоэнкодеры, это уже не, ну, то есть здесь уже, если здесь там шла шла речь скорее о некоторой классификации, то есть кластеризации, выделение каких-то групп объектов без привязки к тому, что это такое, то есть сама сеть не понимает, что это такое, она просто видит, что вот этот объект отличается от этого и он отличается больше, чем там третий объект поэтому там он все похожие объекты в одну кучку складывает похожие, другие похожие объекты в другую кучку то есть проходит, ну, скажем так, по полочкам раскладывает, особо не понимая, что это такое, вот, то вот есть, например еще целое направление, это автоэнкодеры оно связано с генерацией. То есть это уже задача синтеза. То есть когда вы, например, подавая какие-то примеры, не объясняя, что это такое, вы потом предлагаете нейронной сети на основе вот этих примеров сгенерировать что-то новое. Вот. То есть там, на самом деле, смысл в том, что вы берете объект, пытаетесь его сжать в какой-то более маленький объектик и потом из этого маленького объектика разжать его уже обратно в большой объект и добиться того, чтобы это преобразование было идентичным. Вот. И потом следующим этапом служит, когда вы уже получили вот это преобразование в одну и в другую сторону, то есть туда-обратно. Из большого пространства большого, пространство маленькое, там, например, было там изображение тысячи на тысячу пикселей, миллион признаков. Вы его сжали каким-то образом до, там, пространства трех признаков или, там, двух признаков просто на плоскости. И вот каждое изображение у вас становится точкой на плоскости. Вот. У вас есть какой-то пример, ну, набор примеров. Ну, вот, там, например, самое известное – это живопись. То есть берут просто картины классиков и начинают, там, каждую картину сжимать до одного пикселя на вот этом вот виртуальном пространстве, да, в которое сжимать. Добиваться так, чтобы этот пиксель потом возвращался обратно в картину, да, то есть добиваться того, чтобы сначала картину превращать в пиксель, а потом пиксель возвращать обратно в картину. И этот пиксель, он размещен на какой-то такой абстрактной плоскости, там, из миллиардов возможных точек, вот. И, как бы, вот все картины начинают вот такие пиксели превращать в этом пространстве. И когда это вот, вот эта все, вот эта настройка прошла, они начинают брать другие пиксели. То есть не те пиксели, которые уже отмечены на этом пространстве редуцированном, а какие-то новые. И делать обратное преобразование, превращать эти пиксели в картины. И получаются такие достаточно интересные картинки. Ну, вот, сейчас попробую показать что-нибудь. То есть Google одно время баловался очень много этим. То есть, грубо говоря, получаются какие-то вот такие странные всякие штуки. То есть, какая-нибудь вот такая билиберда получается, да. То есть, достаточно интересно, достаточно необычно. То есть, сказать, что это вот компьютер сгенерировал, да, такую картинку. Просто вот взяли какие-то наборы картин, преобразовали их в такое редуцированное пространство. Потом взяли в этом редуцированном пространстве какую-то новую точку, которая до сих пор нигде никак не отметилась. И сделали обратное преобразование. И получают вот такие всякие какие-то сумасшедшие картины, вот, которые там, не знаю, как у каких-то сумасшедших художников. Вот, то есть, целое направление связано с генерацией данных. Ну, это как бы все было в ствол вот с этими картинами, да. На самом деле, например, тот же Airbus там лет 10 назад, они, например, применяли такую технологию для проектирования самолетов. То есть, им нужно было генерировать какие-то оптимальные конфигурации фюзеляжа, вот, или деталей, например, на основе примеров того, как это создавалось людьми, там, за всю историю Airbus'а. Вот, они использовали похожую технологию, то есть, автоэнкодеры, для того, чтобы редуцировать весь фюзеляж, который стоит там из миллионов точек, то есть, это, на самом деле, такая распределенная, то есть, фюзеляж самолета, когда он проектируется, это такая сетка, грубо говоря. И на компьютере она рассчитывается, там, на разные, там, на прочность, на аэродинамику, вот. Вот, и у них вот, они вот эту сетку представляли как просто огромное количество параметров. То есть, там, миллионы, миллионы точек с различными параметрами, где какой материал используется. Вот, и они вот эти сетки сжимали, там, в какое-то пространство, по-моему, из 100 признаков всего лишь. То есть, такое получалось 100-мерное пространство из, там, не знаю, 10-миллионного мерного пространства. Они создавали пространство 100 признаков. Вот, причем они эти признаки создавали уже не бессмысленными, как там Google делал с картинами. Вот, они создавали их осмысленными, то есть, обладающими некоторым физическим смыслом, например, там, грузоподъемность самолета, там, скорость движения самолета, там, расход топлива. То есть, у них вот эти 100 параметров были, обладали каким-то физическим смыслом, вот, который очень нетривиальным образом связан с исходной расчетной сеткой и расчетным фюзеляжем. Вот, но они знали эти параметры, потому что у них там были предыдущие модели самолетов. И затем они для генерации нового фюзеляжа, они просто в этом пространстве вот этих 100 параметров выбирали новую точку, которая находилась недалеко от существующих точек, то есть, там, от существующих самолетов. И таким образом они строили такую целую цепочку, скажем так, новых фюзеляжей, такой путь прокладывали, да, в этом пространстве, которые затем просчитывали на реальных сапрах, то есть, полное моделирование, то есть, делали обратное преобразование, получали новую сетку сгенерированную. Ну, вот что-то типа, да, вот такого только для фюзеляжа самолета. Но так как они брали эти точки рядом с существующими самолетами, то, конечно, не вот такая билиберда была, а там было что-то осмысленное. То есть, там, скажем, грубо говоря, существующий самолет, но там у него немножко там форма где-то там, какой-нибудь там пузырек какой-нибудь там добавился там или еще что-то. Вот. И они потом вот эти сгенерированные профили самолетов, они прогоняли на полноценном моделировании, то есть там в течение месяцев, там, расчеты на суперкомпьютерах проводили, то, чтобы понять, какие вообще свойства у вот этого нового фюзеляжа. Вот. И они смогли там в десятки раз сократить время проектирования новых самолетов. Плюс находить какие-то новые уникальные формы для, ну, с точки зрения аэродинамики, с точки зрения грузоподъемности. Вот. То есть такой вот симбиоз того опыта, который, например, накопили инженеры по проектированию фюзеляжей там за 50 лет, который там Airbus существует. Вот. До. И вот с некоторыми такими элементами генерации. Вот это сейчас, на самом деле, такой хайп вокруг этого. Ну, не хайп, а такой тихой революции идет в проектировании вообще в инженерном. То есть огромное количество уже сейчас идей о том там не только как самолеты проектировать, да, а о том, как вообще, в принципе, потому что все, что связано там с прочностными расчетами, это такая очень тяжелая отрасль, где там колоссальные вычтительные ресурсы нужны. Вот. А речь сейчас идет о том, чтобы не пытаться там таким интенсивным путем там все возможные комбинации перебирать. А вот использовать такие вот автоэнкодеры для того, чтобы, используя предыдущий опыт проектирования, потому что есть огромный, уже накоплено, все есть огромный опыт проектирования там тех же самолетов, например. То есть есть готовые сетки, есть готовые результатирующие параметры, которые у этих самолетов с ними ассоциированы. Вот. И можно использовать автоэнкодеры, чтобы, скажем так, имитировать работу главных конструкторов, которые раньше интуитивно знали, что вот нужно здесь там чуть-чуть там изгиб добавить в крыло. Вот. Они знали это интуитивно, потому что они там изначально там занимались проектированием и знали, ну, как бы чувствовали, как самолет должен выглядеть. Вот. То вот сейчас вот пошла вот такая тема, связанная с тем, что вот это вот чувство, вот эту интуицию, ее можно спонделировать с помощью вот таких автоэнкодеров. Ну, там не только автоэнкодеры, но вот такое целое направление сейчас очень популярное. Вот. И это сейчас набирает обороты. То есть оно не связано, конечно, напрямую с управлением, но в целом позволяет решать какие-то инженерные задачи. То есть не только вот эти сумасшедшие картинки рисовать, как Google любит там развлекаться. Вот. А применять это уже на практике в таких достаточно реальных задачах. Вот. Ну, здесь тоже про автоэнкодеры. Это все. Вот. Ну, здесь дальше пойдет просто про сверточные нейронные сети. Это тоже целое направление. Вам оно должно быть хорошо знакомое. То есть операция свертки достаточно активно используется, в том числе в теории управления, при синтезе. Значит, ну, тут идея достаточно простая и должна быть вам хорошо понятна. То есть берется исходное изображение, задается некоторое окошко скользящее по нему, и для него есть, как бы, какой-то фильтр. То есть там... И этот фильтр, он на самом деле состоит из набора коэффициентов, которые настраиваются в результате обучения. То есть у вас есть множество фильтров, которые преобразуют исходное изображение в другое изображение. Ну, то есть отфильтрованное. И каждое такое изображение — это отдельный слой нейронной сети. Вот. И, как бы, вот таких слоев начинают делать очень много, и получается, что вот, грубо говоря, исходное изображение, там, профильтровывается по какому-то закону, да, получается другое какое-то абстрактное изображение, это абстрактное изображение опять профильтровывается. Вот. В итоге получается, что, грубо говоря, в результате всего этого получается, что какие-то такие абстрактные картинки, грубо говоря, из исходной картинки получаются какие-то абстрактные картинки. И эти картинки, по сути, определяют то, что, собственно, изображено на исходной картинке. Вот. И таких слоев их достаточно много формируется для того, чтобы в первую очередь сделать этот взрыв элементов, которые мы говорили, да, то есть из миллиона пикселей сделать там миллиард пикселей, потому что у вас здесь много слоев, каждый слой это, по сути, отдельное изображение, вот, и этих слоев тоже может быть очень много. Вот. И такое вот, то есть, на самом деле, это похоже на такую команду мартышек, которые там просто беспорядочно стучат по печатной машинке и там из миллиардов-миллиардов возможных результатов того, что они там напечатали, в конце концов, кто-то там умный собирает некоторые произведения искусства, там, к слову говоря, там, не знаю, какую-нибудь там войну и мир там, например, собрали. Вот, то есть вот мартышки это вот эти вот слои, да, и вот эти фильтры, которые просто как-то беспорядочно за счет разных комбинаций создают какие-то абстрактные непонятные, бессмысленные изображения, да. Вот. А вот тот самый умный механизм, который на основе результата всего этого выбирает что-то полезное, то есть что-то осмысленное, вот это как раз процесс настройки. То есть, когда вы здесь говорите, что вот это вот, это там женщина на изображении, да, то вот он сам выбирает, какие пути, то есть какие элементы из каких картинок брать, чтобы получить какую-то общую картинку, которая будет отвечать на вопрос, что изображено, то есть либо ноль, либо один, да, есть, нет, и так далее. То есть, вот такая вот аналогия. Вот. Ну и все эти сверточные сети, они тоже, конечно, не вчера появились, они появились там еще в 90-е годы, в первую очередь там в банковской сфере для распознавания рукописных, рукописного текста, потому что в банковской сфере там огромное количество информации, которая рукописным образом вводится, и каждый раз все это делать ручками не очень интересно. Вот. Поэтому создавались еще системы, еще в 90-е годы, по распознаванию рукописного текста и заполнению каких-то там бланков. Вот. Это все были сверточные сети, уже тогда появились, то есть они, конечно, в первую очередь нацелены на распознавание изображения, хотя вот сейчас уже пытаются их применить не только для распознавания. Но мы об этом еще поговорим в последующих лекциях. Вот. Ну, вроде как все очевидно, да, еще почему-то 30 лет назад все это было, и что, собственно, поменялось сейчас. Вот. Произошла определенная революция. Она состоит из нескольких компонентов. Вот. Первый компонент — это появилось огромное количество данных, то есть если в 90-е годы там можно было создать базу для рукописных символов, в принципе, это посильная задача, да, то, например, в то время создать базу изображения вообще всех возможных изображений — это было очень проблематично. То есть, ну, тогда не было ни средств, ни инструментов, то есть только-только там интернет появился. Там в самом интернете там сайты там состояли просто из текста без всяких картинок. То есть за вот эти 20 лет, что прошли там с 90-х годов, очень сильно получило развитие интернет и вообще коммуникация в мире, то есть появились целые сообщества, которые начали заниматься просто сбором данных, формированием баз данных. Вот, например, там самая известная база, там, ImageNet, которая состоит из 15 миллионов изображений, разбитых на 20 тысяч категорий. То есть там, грубо говоря, есть вот эти все изображения, там на каждую из них вот... По сути, это вот та самая обучающая выборка, которая позволяет вам настраивать ваши алгоритмы. То есть производить вот этот вот умный отбор результатов, да. Вот этого вот не было, 90-е годы этого не было. То есть были только отдельные базы, там, закрытые для... Которые там на дискетках передавались друг другу, для, например, там, символов, для лиц, то есть какие-то отдельные компоненты. Ну, вот такой централизованной базы, которая бы разбивала множество объектов на какое-то ограниченное количество категорий, причем огромное количество категорий, на все возможные случаи жизни. Ну, большинство возможных случаев жизни. Вот, такой базы не было. И она вот там появлялась только в 2012 году, потому что и интернет стал побольше, то есть можно было все это выкачать. Там, 20 лет назад это выкачать было просто нереально. То есть там огромнейший объем данных. Вот, то есть появилась обучающая выборка, на которую можно было как-то уже играться, анализировать. Вот. И, собственно, что, что произошло? То есть до вот появления этой базы, значит, ну, вот есть такой, вот эта база и проводит такой конкурс. На самом деле даже цель была не базу создать, а просто некоторое такое мероприятие для людей, интересующихся там распознаванием образов. Вот. И они вот создали эту базу и выложили ее в открытый доступ и объявили конкурс, что вот все желающие могут поучаствовать там в задаче классификации. То есть кто лучше, кто первый, получит приз какой-то. Вот. Ну, вот там, когда только базу опубликовали, там был ряд там профессоров, которые вот таких вот там результатов достигли. Это были классические методы. Тут видно, Оксфорд, там, Амстердамский университет и так далее. Вот. И вот они использовали различные методы. Ну, вот победитель тогда там тоже из какого-то университета, ну, там 15% у него была ошибка, условно говоря. У всех остальных, которые не были связаны там с нейронными сетями, это, ну, те самые вот классические алгоритмы, да, о которых мы там первоначально говорили. Вот. В основном это были вот такие алгоритмы. И вот они вот давали в то время вот примерно там 25% ошибки. То есть из четырех изображений одно вы всегда неправильно, например, распознавали. Вот. То есть это такие университетские были команды, там, самый лучший вот набрал 15% с помощью вот нейронной сети. Это вот когда только нейронной сети. Вот. И, собственно, что произошло через год? Там, внезапно, все профессора куда-то исчезли, появились какие-то новые люди, там, какой-то зейлер, который вообще не понимает, кто он, откуда он взялся. Вот. Которые вдруг внезапно, там, почти в полтора раза обошли по качеству распознавания всяких именитых профессоров, там, из университетов. Вот. Всего за год, да, то есть почти вот в полтора раза улучшили результат. То есть такого никогда в жизни не было. Вот. И почти все стали использовать нейронные сети. То есть практически вытеснили за год вот все вот эти классические подходы, там, на базе метода опорных векторов, там, какие-то фичи, какие-то линейные классификаторы. Все это ушло. Потому что оно вот давало вот такие результаты, то есть несопоставимые по качеству с человеком. То есть человек, как бы, у него там точность 95%, а здесь точность 70%. То есть огромнейшие колоссальные ошибки были, на самом деле, в распознавании. Вот. И внезапно, там, за год все это вот вышло на какой-то уровень, там, 10% ошибки, который уже приближается к качеству распознавания человеком. Вот. В этом, собственно, вот это был, там, первый такой сигнал для всех, кто занимался распознаванием, что вот что-то поменялось принципиально в отрасли. Вот. И, как видно, да, что вот это все обосновывается на тренированных сетях. То есть имея огромную базу данных, имея такие вот хитрые алгоритмы, которые умеют, там, как-то сначала беспорядочно комбинировать, а потом нужным образом, там, через подгонку выискивать эти пути. То есть они позволяют достигать вот таких вот потрясающих результатов. То есть причем следующий компонент, который был, это развитие ПО. То есть вот все вот эти нейронные сети, они, на самом деле, реализовывались на примерно одном и том же пакете. Это пакет Кэфи. То есть он был открытым, открытым. То есть его можно было скачать, установить, который позволял вам не вникать в детали того, как это все устроено. Вот это вот все, да, вот это все, все эти вот свращения. Вот. А просто задать, там, не знаю, сколько вам нужно слоев, сколько нужно комбинации, какие фильтры. Вот. То есть простым путем сконфигурировать вам нужную сеть. Вот. И это привело к тому, что вот буквально за год огромное количество людей, которые раньше никак себя не проявляли в спознавании образов, они смогли достичь потрясающих результатов, которые там всего год назад были просто недостижимы. Вот. Ну и вот тут как бы тоже такие комментарии того, да, как ошибки распределяются. То есть почти все, это все вот команды, причем тут уже и не университетские команды, а просто какие-то компании. Вот. Они все использовали, по сути, нейросети, да. То есть всего за год ошибка там сократилась с 26 процентов до 16 процентов и до 11 процентов. То есть просто вот произошла такая вот революция в спознавании изображений. Вот. Ну, просто вот показатель того, сколько вообще там элементов этих процессорных может быть, да, в этой сети. То есть 5 слоев там и там почти полмиллиона вот этих процессорных вот этих кружочков, которые там друг друга что-то передают. С 400 миллионами параметров. То есть просто колоссальный объем, который раньше никогда нигде не использовалось. Понятно, что объяснить, что там происходит, практически невозможно. То есть это просто черный ящик, который решает прикладную задачку. Вот. Так, ну, наверное, дальше мы, наверное, в следующий раз закончим уже. Сейчас у нас время заканчивается. Вот. Поэтому, если будут какие-то вопросы, пишите в Telegram. Значит, в следующий раз мы там еще закончим эту лекцию и продолжим дальше. То есть там остались всякие детали мелкие, мы быстро пробежимся и перейдем уже к следующей лекции. Ну, все, тогда на сегодня все.